Ну что ж, дорогие друзья, сейчас... сейчас у нас будет юбилейное разоблачение. Пацаны, я ваш х** сосал. Ну чё, стерпите, да, лошары, б**ть? Небось даже никто не отпишется. Здарова, геймеры! С вами Терпи69, и сегодня у нас новый выпуск худших стримеров. Я решил вам сделать небольшой подарок на новый 2025 год. Сегодня мы с вами поговорим о человеке, который изначально являлся родоначальником этой рубрики на русском ютубе. А контент-мейкеры, которые, несмотря на огромной популярность среди геймерского сообщества, выстраивали... Ну как бы я уже нашел один недостаток в этом разоблачении, потому что я не стример. Как я могу рассматриваться в худших стримерах? ...образ обычного, простого, такого же, как мы все, геймера, креатори, который всегда старался сохранять себе моральный стержень, доносить до людей хорошие мысли и сподвигать их на хорошие поступки. Ну, в конце концов, скатившегося до такой степени, что его персона стала объектом обсуждения в рубрике «Худших стримеров». Сегодня мы с вами проследим путь падения Дэдпи-47. От простого парня, который пилил ламповые ролики на небольшую аудиторию, до зажратого, эгоистичного и чсвшного... По-моему, классный парень, я не понимаю, чем тебе Дэдпи-47 не нравится. Ну, он охуенный. Даже на самом деле жалкого человека. Мы увидим, как излишняя любовь аудитории и огромные деньги убивают в нашем госте остатки былой личности, остатки его хороших черт. Да, сегодня мы поговорим о том, как Дед скатился в старческий маразм на пенсии. Я охуенный. Ну, скин по большей части хуйнячил. Дорогие друзья, ну что ж, давайте приступать. Дэдпи-47 или «В реальной жизни Леонид Родин» — простой парень родом с Кавказа. Да, блядь, хватит уже это говорить. То есть деревня, то простой парень родом с Кавказа. Типа, знаете, деревенщина там какая-то, типа, простой парень, которого испортил столицу, блядь. Это вечная какая-то... Приехал в стресс и стал поступить в универ. Параллельно обучению в универ... Простой парень из глубинки. ...в университете еще с 2013 года начал вести свой ютуб-канал. Поначалу это были просто летсплеи и обзоры игр на 3DS и PS Vito. После он сместил фокус в сторону игр с больших платформ. Также где-то 5 лет назад Леонид начал стримить на Твиче. У него была своя небольшая... Ебать, я, кстати, тогда себе бороду отрастил, пиздец. Просто зацените эту огромную бородищу. ...у него были свои взлеты, свои падения, свой путь на этой платформе. Он просто делал тот контент, который ему нравился. Обзоры, гайды по ОБС, советы по стримингу или просто... Не, я помню эти легенды про Москву, которые ходили. То есть, я помню, даже с каким-то другом обсуждал это в школе. Типа, я говорю, ну блин, вот в Москву, думаю, поступить. Он такой, ты че, Москва? В Москве там че-то этот... Там вообще всем людям друг на друга похуй. Там дед упадет, и никто ему, типа, не подойдет помочь. Там вообще все мрази ебаные. И воруют постоянно в метро, короче. Там че-то еще это... Отвеличенные темы. И так продолжалось до сентября 2020 года. Переломным моментом стал ролик про IT-педию, где Дэдпи просто вставлял отрезки его ролика и давал какие-то свои комментарии. И этот ролик выстрелил и набрал какое-то огромное количество просмотров. Сам Дэдпи говорил, что не сделая он реакцию на видео Шевцова, то его канала в текущем виде просто не было бы. Огромное спасибо, потому что если бы не IT-педия... Если бы IT-педия не выпустил этот злосчастный видос про Xbox и PlayStation 5 в конце 2020 года, меня бы здесь не было. Вообще бы здесь меня не было. Это действительно... Действительно так. Переломным моментом он стал не только в контенте, но и в жизни Лёни. Если раньше он день ото дня вставал и рано ехал на дерьмовую работу... Бля, я надеюсь, он не вставит фрагмент из этого видео. ...дерьмовым начальством, после чего запивал все это алкоголем. То есть теперь он будто переродился. Его любимое дело начало процветать и переносить плоды. Он поменял взгляды на жизнь и вышел из этой затяжной депрессии. Год назад мне казалось, что я в тупике. Я был на абсолютно... Бля, я не люблю смотреть то видео. ...в полезной работе с мизерной зарплатой, половину которой я тратил на съем квартиры в пыльной Москве. Я напивался, чтобы заб... Дед упал, и никто ему не поможет. Максима реакция до Шевцова. ...пыться по вечерам. А утром снова угрюмо ехал в метро, думая о том, как на этот раз докопаются до меня на работе. Это исключительно жалкое... Да не был я с блондинистой челкой, я не красил волосы. ...существование, которое вводило меня в состояние человека, готова покончить со всем. И тут я решил, что мне нечего терять. Какой смысл терпеть все это? Я понял, что мир большой, необъятный и очень красивый. И пока я сидел и думал, что моя жизнь в тупике и уже ничего не изменить, стоило просто шагнуть в сторону и посмотреть на все это со стороны, и я увидел, насколько это было глупо. Вернувшись в Москву, я решил поэкспериментировать и сделал свое первое видео про айтипедия в новом для себя стиле. Нашел подработку, чтобы хватало на квартиру и поставил все на... Бля, на самом деле, самое смешное в этой ситуации то, что я в душе не ебал, кто такой айтипедия. То есть, я действительно, я что-то видел ее видосы, я его никогда не смотрел. Но по большей части я смотрел педипай, англоязычный ютуб. И самое смешное в этой ситуации то, что я... Я просто тогда реально хотел скопировать стиль Гриффин Гейминга. Ну, потому что у меня было 3000 подписчиков. Я, типа, такой... Вот, ютубер американский делает прикольные видосы. Хотел бы тоже, типа, попробовать себя в этом стиле. И я такой... Так, нужен какой-нибудь Сони Бой, прям такой кринжовый. И, типа, видос айтипедии вышел про то, что Xbox хуйня, PlayStation заебись. Я такой... О, этот подходит. И потом я уже знал... Узнал этот лор про айтипедию, про прочее. Я вообще в душе не ебал, что это за человек. Свой ютуб-канал. Благодаря этому я чувствую себя намного счастливее. И моя жизнь, наконец-то, приносит мне радость. Я строю планы и добиваюсь того, чего хочу. Второе видео, подобное формат, набрало также довольно большие цифры, после чего дед выпустил просто десятки похожих роликов. И... Не, кстати, я заходил к Гриффин Геймингу, когда у меня 100 тысяч подписчиков было. Я зашел к каждому, кто меня вдохновлял на стримы. Я зашел к Гриффин Геймингу, ну, с галочкой, типа, чтобы он меня увидел. И он такой, о, типа, респект, типа, красавчик. Людям нравилось, людям... И я, бля, я тогда был вне себя от счастья. И подписывались. При этом нельзя было сказать, что канал стал заложником одного формата. Видео на отвлеченные темы также хорошо собирали. Со временем однотипного контента становилось даже меньше. Контент становился лучше, качественней. К тому же, за Дэдпи закрепился образ трушного, настоящего геймера. Дед, поздравляю с юбилеем канал. Желаю тебе всего наилучшего. Ты моя Вифу. Целую в Пепу. Спасибо большое. Когда ты встретишь... Если ты встретишь Шевцова, то придется ему ноги целовать. Не, если бы я когда-нибудь встретил Шевцова, я бы его очень сильно поблагодарил. Который как твой старший брат дает тебе жизненные советы и наставления. Четвертое правило. Займись собой. Стань самодостаточным. А если ты станешь самодостаточным, счастливым и уверенным себе мужчиной, то удивишься, как легко тебе общаться с людьми и заводить отношения. Ты больше не сутулый мямля. Ты крепкий мужчина. Правило пятое. Цени своих друзей. Позвони отцу. Поговори с мамой. Съезди к бабушке. Не теряй родственные связи. Бля, я это видео записывал так эмоционально. Мне сейчас даже кринжово это слушать. Ну, людям важно, когда о них думают. И тебе это тоже важно. Правило, что... Ну, кстати, звонить маме и папе это база. Стоя. Очень важно подобрать хорошую мышку. Многие... Я, блядь, я интеграцию в это въебал. Сука, я въебал туда интеграцию Е-каталога. Очень важно подобрать мышку. Блядь, я... Какая же я, бразь. Простые, но важные для молодого поколения подрастающих геймеров слова, которые помогут тебе заложить фундамент своей личности. Помогут тебе задуматься о своей жизни и в чем-то стать лучше. Дэдпис стал не просто голосом на фоне Call of Duty, вещающим про консольные войны. Он стал для своей преданной фан-базы куда большим, куда более близким, чем просто чел из интернета. И как всегда это обычно... Блядь, это буквально тот мем, типа, пацаны, я же для вас не просто, типа, админ мемной страницы, вы же, типа, мои друзья. Получается, чем ближе мы подпускаем к себе людей, тем больнее они нам могут сделать. Точка невозврата. Поступили первые тревожные звоночки. Под конец 21-го года дед сильно заболел, и после выхода из больницы у него сильно изменилось мировоззрение и отношение к жизни. Он стал меньше думать о будущем и начал спускать деньги на спонтанные покупки. Я вышел оттуда и немножко переосмыслил жизнь. Подумал, что нужно жить в моменте. Купил себе большой телевизор. Купил себе большой хуй... Я могу сказать, что большой хуй очень положительно сказался на моем контенте. Более того, он все чаще стал довольно токсично вести себя на стримах. Бля, если бы вы видели, как я себя токсично вел на стримах до 20-го года. Иди нахуй. Так вот, вы нахуй посылаете все леги, реально идите нахуй, пацаны. Дискуссия о консолях стали перерастать в ироничные издевательства на допонентах. Я бы никогда человека не послал нахуй просто так. А вместо конструктивного ответа на некоторые высказания в интернете следовали только иронично-издевательские пожелания пойти потрогать траву. Фанбаза же из лампового круга настоящие геймеры вдруг переросла в толпу хихикающих и травящих несмешные шутки троллей. Однотипные несмешные приколы про собачку Маким и Гимпас любому адекватному человеку покажутся унылыми. Более того, сообщество превратило Дэдпи в объект издевательств и насмешек. Зрители стали постоянно оскорблять его и слать нахуй, и Дед только потакал этому, но даже у него не вышло сдержать весь этот поток негатива, что вылилось в жалкие мольбы и запреты в... Пацаны запрещают посылать нахуй. Но дабы противодействовать всей этой лавине, Деду бы пришлось перебанить всех своих подписчиков, поэтому он просто поддался этому негативу, и общение с аудиторией переросло в постоянное посылание друг друга нахуй. А тем временем... Бля, ну общение с аудиторией в телеге, это моя любимая хуйня. ...контент все выходит, и Дед достигает отметки в 100 тысяч, празднуя это на стриме. И вот сегодня мы перебрались через барьер, дорогие друзья. Я никогда не думал, что переберут через этот барьер. Когда я начинал этот канал летсплеями, потом обзорами на PSV, то... Ебать нахуй, я вообще не мог представить, что я найду до 100 тысяч. Это полный пиздец, дорогие друзья. Это был колоссальный барьер нахуй. Когда я учился в универе, я тоже делал видосы. И они не заходили. Но я все равно любил это дело, и я продолжал этой хуйней заниматься. И я продолжал, и я продолжал, и я продолжал, и я продолжал. И, блядь, я не заканчивал. Да не был, да не красился я, я не был блондином. Все продолжал, и вот мы дошли до этой ответки, дорогие друзья. Какой же пиздец, блядь, 100 тысяч нахуй. Это вообще возможно, блядь. Я не собираюсь на этом нахуй останавливаться. Мы пойдем нахуй... Блядь, какой же это кринж. Нахуй дальше. Я, блядь, добьюсь того, чтобы, блядь, миллион человек знал, что я гей. Так, давайте дальше говно смотреть. Это были последние дни жизни старого, доброго, тружного геймера Дэдпи. После было только хуже. Падение на дно. Началась постепенная деградация личности Леонида. Он все меньше следил за собой. Появлялся в роликах грязный, немытый, неопрятный. Чем все сильнее провоцировал свою аудиторию на постоянные насмешки. Да я всегда такой появлялся. Очень важна гигиена. Купи абонемент. Да бля, у меня голова помытая, у меня просто волон. Провоцировал свою аудиторию на постоянные насмешки. Очень важна гигиена. Да у меня голова мытая. Просто, ну я не стригся давно, но я отращиваю волосы. Пи абонемент в качалку или хотя бы ежедневно занимайся дома, чтобы не превращаться в человекоподобную массу. Теперь он больше походит на бомжа с улицы. Переезд деда за границей также повлиял на то, что теперь потребность в деньгах сильно увеличилась. И она полностью удовлетворялась. За каждый стрим дедпи зарабатывал просто огромные суммы, о которых тот самый бедный микротчел, работающий на тупую начальницу, даже мечтать не мог. Денег было так много, что у деда исчезла какая-либо благодарность перед его донатерами. Ему надо было больше, еще и еще больше. Необоснованные траты продолжались. Покупка PS5 только ради беты колдуй на пару дней? Пожалуйста. Выклянчивание денег на 4090 из-за насмешек Каргаса? Пожалуйста. Только подумайте, он всрал кучу донатерских денег просто потому, что над ним издевалась его аудитория. Бля, реально, зачем вы додавно издевались, что у меня нет 4090, что у меня старейшая видеокарта? Блядь, и Каргас еще додавно издевался, уебок. Аудитория Каргаса. Его просто унизили во всех планах, и он необдуманно стал кидаться чужими деньгами. Бля, это правда, это чистая правда. Наконец-то разоблачение, в котором только правду говорят. Нагло открыто всем сказать, что все это было сделано ради прикола и вообще не имело никакого смысла. Каргас мало того, что хвастался своей новенькой RTX 4090, так еще и мой чат начал жестко буллить меня, что я теперь вот стоющих, ведь моя видеокарта устарела. Я не мог позволить Каргасу доминировать надо мной как геймер, так что после литра пива импульсивно поставил цель до донатов купить данную видеокарту. Мы купили RTX 4090 ради мемов. Я знаю, как это звучит, это звучит довольно тупо, но так оно и есть. Мне искренне жаль тех людей, которые скидывали этому зажратому тюлене свои деньги. Ничего общего у нового и старого Дэд Пи нет. Блядь. Ну это реально, вот это одно из тех разоблачений, после которых рушатся карьеры. Деньги и известность испортили его. Фальшивая дружба. Также хотелось бы затронуть тему новых друзей Дэд Пи. У него и раньше были проблемы с друзьями. В случае с Apex Legends большинство бросило ее, когда появился первый батл пасс. В их числе был я со своими друзьями, которые у меня на то время еще были. Я не могу называть себя любителем друзей. Во-первых, у меня не так много друзей. А во-вторых, их на самом деле в принципе не существует. Я стримлю над... Я предпочитаю играть без друзей. Эти люди неадекваты. Я понимаю, что я мог бы найти себе друзей, но я не могу никого найти. Обретя изв... Интересно, если он закорешился с такими крупными ютуберами, как Кель, Каргас, Игорь Линк и Зио. Нужно выходить ебать Игоря Линка. Но настоящие ли это друзья? На примере Каргаса мы уже увидели, что Дэд Пи для него просто как маленький недодруг-неудачник, над которым... Это правда Каргас? Можно постоянно потешаться. А он даже против не будет. Он мне постоянно гавкает в Дискорде, когда мы с ним созваниваемся. Это его приветствие. Деда, твоя искренность наоборот мотивирует и вдохновляет. Бля, ну мне приятно это слышать, конечно. Или вот, например, Зио. Спасибо большое за донат. В трудный момент он не стал отстаивать честь и репутацию своего якобы друга. Тяжелая артиллерия, я звоню Зио. Алло. Тебе че надо, я? Алло, алло, алло. Слушай, срочно, срочно, срочно докажи, что я не натурал, пожалуйста. Бля, ебать, я тогда был загорелый после Израиля. Я, 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 пиздец, я, ты, ебать, я здесь загоревший. Я выгляжу, как какой-то, знаете, американский роднэк просто. Как? Любой пообщению со мной поймет, что я гейский гей. Ну, ты тот еще, пидор. Блядь, ну, сука, в трудный момент, блядь. Мог просто сказать, что гей, да, блядь. Ладно, Зио, спасибо. Бля, короче, я вам рассказываю историю. Очень, очень олдовая история. Как-то раз мне родители купили пальто. Это было в Германии в четырнадцатом году. И потом я поступил в универ, но это пальто я увез с собой. И где-то году так в шестнадцатом или семнадцатом у моего соседа по общаге была такая проблема. Проблема моего соседа по общаге заключалась в том, что его хотели числануть, но он хотел пойти на академ. И, а, не, короче, там была такая тема, то, что он хотел то ли забрать документы, то ли еще что-то. Не-не-не, там что-то с академом его там ебали, что-то по долгам или что-то подобное. Не хотели, короче, академ давать. А я тогда вернулся после экзамена. Я еще, типа, подвыпил вискаря. И я пошел, собственно, с ним в деканат договариваться. Я пришел в деканат, а я тогда еще обросший бородой был, пиздец. И что-то они там говорят, типа, вот. Я такой, да ладно, там все эти долги закрыть можно. Да человек реально хочет учиться. Дайте ему шанс, он реально классный в этом плане. Я вот сижу с ним постоянно, он действительно там потеет, пытается понять предметы. Он не какой-то там, ну, еблан. Он действительно просто, ну, не повезло человеку. Дайте ему академу, за год он там наверстает, все нормально, все будет. И что-то мы, в итоге мы порешали, и действительно что-то получилось. И мой друг вышел, и меня, наша, это, в деканате, там у нас женщина была там, которая отвечала за наш факультет. И она такая, а вы кто вообще? Типа, вы, вы че, отец его? Я такой, тьфу, че, блядь? Дэд Пи реально стал тем самым другом-лузером в токсичной кампании, над которым все глумятся. И он все... Да, 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 надо мной Игорь Линк постоянно глумится. ...то это терпит, лишь бы дальше оставаться в подсосах у популярных ютуберов. Как вышло так, что ты в ролике Игоря Линка? Так я пиздец выпрашивал, я постоянно Игоря просил, бля, можно быть в твоем ролике, типа, ну пропиарь меня, пожалуйста. Он, типа, он, он, типа, как бы, ну всегда говорил, нет, 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 я говорю, ну, бля, ну, Игорь, ну, пропиарь меня, ну, блядь, я хочу быть подсосом. И он такой, мх, мх. Ладно, но только-только, если встанешь на колени и погавкаешь, ну и как бы в итоге все получилось Также под вопрос ставится честность Дэдпи Всю свою карьеру он выставлял себя открытым геем Но слова его друзей и отказ Дэдпи как-то подтвердить свою ориентацию только наталкивают на сомнение Может Дэдпи просто врет своей фанбазе? Базу за базой выдает Удаляй канал Ты не выгрузишь, блондин 47 Да я не блондин, я не... И скорее всего это реально так Ну, ну, скажи, что я не натурал, ну ты же знаешь, что я не натурал, я гей Ты же знаешь, просто разоблачение сняли, говорят, что я натурал Ну приезжай, докажем Блин, да не, ну ты же уже, ну любой по общению со мной поймет, что я гейский гей Дэдпи просто прикидывался геем, и на самом деле он самый натуральный натурал По итогу Дед превратился в того самого Лол Кау, корову, которая вместо молока дает поводы для смеха Так в англоязычном ютубе называют популярных личностей, которые были успешными ранее, но потом их карьера пошла под откос И это определение и... Сука, блять, пиздит мой формат Идеально подходит для Дэдпи И самое обидное, что он в свое время критикал Винксов Редемшн, Буги, ДСП Гейминг, а в итоге стал ровно таким же, как они все Дед на пенсии Сейчас, спустя два года после достижения отметки в 100к подписчиков, на канале Деда стукнул уже миллион Он давно уже забил на все свои принципы Он приходит бухой, грязный и неопрятный на стримы и выклянчивает бабки на новую RTX 690 Ti Бля, там реально, этот, ссыка, подушка с майки моей Блин, динстример натурал Бля Не, ну слушай, я какое-то вино, что ли, пью, и типа Не, ну если я буду так молодо выглядеть на пенсии Пошли нахуй, геймеры С вами Дедпи-47, и сегодня у нас с вами Не, ну я стал с таким же базированным Кенек из Warzone 2.0, милашка Warzone 2? Кто? Новый стрим по, новый Call of Duty Honor Я купил ее на предзаказе за 120 долларов Это ультимативное издание специально для собачек Привет Дед, если честно, нашел тебя относительно недавно Но при этом ты делаешь охойный контент, и я рад, что вошел в это комьюнити Собилин 47 Спасибо, спасибо большое, братишка, это очень приятно Бля, этот голос на донате, я не знаю, есть некоторые голоса, которые пиздаты Но вот этот конкретный голос на донате Как будто, знаете, к тебе сзади маньяк подошел и такой пыхтит Я подписался на тебя недавно Бля, выбирайте всегда голос Питера Гриффина, он самый пиздатый Activision Кстати, Гайс, я купил себе, короче, новый скин Он стоил, ты где-то, ну, долларов 300, наверное Так, ну что же Что значит, Гриффанелла? Блядь Супер Алло Да, Каргас, привет, привет, рад тебя слышать В смысле, купил все 60-90 Нет, я бы купил, понимаешь, но у меня как бы сейчас не так уж много денег Ну, как бы Да не спускал я их на крутки в Геншине Да все, моя 40-90 потянет Ну, ты что, я покупал за сколько денег, блин В смысле, нищий Да не нищий Так, так, Гайс, Гайс Я знаю, как это может сейчас прозвучать Но нам нужно всем взять и вложиться в наш качественный контент Поэтому я сейчас поставлю сбор в 340 тысяч рублей Бля, оно ведь так и будет, это реально Ну, так и будет, это не шутка Я реально, типа, если выйдет там какая-нибудь новая пиздота видеокарта Я скажу Пацаны, реально мне так не хотелось этого делать Ну, типа, времена сейчас сложные, я понимаю Все как-то вот по копеечке сейчас собирают Реально, каждая копейка важна Поэтому мне реально очень стыдно Я поставлю донейшн гол на 60-90 Типа, не, это максимально добровольный На новую RTX 6090 Ti Блять, ёбаный Сука У меня FPS простил, я не смог его убить О, спасибо за донат О, Кель, привет Не, Кель бы мне никогда столько не задонатил Блин, а что А почему так мало Мог бы побольше скинуть Реально, реально, Кель, миллиардер, ёбаный Теперь встань на коле Дед, пример того Что прилагая усилия, дисциплину и упорство Можно достичь свою мечту И жить более-менее счастливо Хоть и видно, что ему было супертрудно Все это преодолеть Поздравляю Бля, ну чё, ну не надо так На самом деле, блядь, это просто удача была На самом деле, типа Я не хочу никого наёбывать Мне просто пиздец повезло с видосом про Этипедию И просто я что-то смотрел И решил это повторить Тут никакого упорства Ничего, ну просто совпало Да пошёл ты нахуй Я не буду за такие деньги Я надеюсь, ты доволен По итогу тот самый простой парень И трушный геймер Просто утянул в деньгах и славе Дал токсичности поглотить себя полностью Окружил себя не теми людьми И остался лишь объектом насмешек И мне было больно смотреть, как тот самый дед Как старший брат, дававший мне вектор развития В моей жизни Сам не смог по нему пройти И сдеградировал в пьяное, неопрятное ничтожество Мне было искренне Погоди Пьяное, неопрятное ничтожество? Ну я ведь таким был всегда Это, я с этого начинал Ничего не изменилось Привет, дед, поздравляю с десятилитием канала Люблю тебя, чмак-3 Спасибо, спасибо Неа, спасибо Я разоблачил это разоблачение Я ни в кого не превращался Я был таким изначально Ваше жизнь Деньги портят людей И это тот поучительный урок Который нам всем следует извлечь из этой истории Ну что ж, спасибо за просмотр Обязательно заглядывайте на мой канал И смотрите другие ролики Может вам понравится моя подача Мои видео И вы останетесь со мной Пишите комментарии Ведь это очень помогает в продвижении роликов Если вам понравилось То не забудьте поставить ваш прекрасный лайк На это видео Ну что ж Всем до встречи Еще услышимся А когда я получу галочку Это будет значить, что Наконец-то хорошее видео Действительно Вот Да, действительно Действительно Наконец-то Наконец-то Хороший видос Наконец-то Хорошее разоблачение Первое в истории этого канала Да, кстати, гайз Ставьте лайки этому стриму Лайк На стрим Если Вы бот А я Пьяное ничтожество